Прошу. А звук? Звука нет, к сожалению. Звука нет. Спасибо большое за пригласить нас, за пригласить ВОЗ. От имени Ханса Клюге, нашего регионального директора ВОЗ, я хочу поблагодарить вас от всей души и поблагодарить Российскую Федерацию за огромную работу и за ту поддержку огромную, которую вы оказываете и всему миру, и ВОЗ, всемирной организации здравоохранения. Милиту Войнович хочу поблагодарить, она представительница ВОЗ в России, которая как раз дала нам возможность подсоединиться к вашей конференции и участвовать в ней. Ну вот вы видите, что действительно мир практически остановился. И он остановился из-за этого вируса. Мы чего-то ожидали, чего-то мы не ожидали, но люди не могли поверить раньше, что такая вещь вообще может произойти. А посмотрите вокруг себя сейчас. Вот мои коллеги уже говорили, госпожа Попова и там коллеги, ведь действительно вот эта пандемия приводит нас к каким-то дефицитам, видит, что у нас есть недостатки, показывает, что она работает как следует. Но с другой стороны мы видим, что она показывает, если мы объединимся, мы сможем добиться успеха. Глобальные тенденции показывают, что пандемия, мы это слышали, все-таки выходит намного за пределы того, о чем мы начали говорить, когда мы впервые услышали об этой пандемии в конце декабря 2019 года. Кто мог подумать, что через столько месяцев, через 10 месяцев практически, все страны будут пострадавшими? Мы видим, что страны сейчас переживают разные ситуации и заболевания, мы называем их сценариями. И мы видим, что у некоторых есть вот эти вот спики, такие вот вспышки, есть страны, которые избежали вот этих больших вспышек и таких взрывов. И мы считаем, что все-таки мы сможем сдерживать эту ситуацию, если будем довести себя ответственно. Но есть и другие страны, где такие вот серьезные взрывы оказываются под контролем. И мы видим страны, которые действительно контролируют это, там был пик, но они смогли это снизить и так далее. И в некоторых мы видим сейчас опять рост. Простите, переводчик не может переводить, потому что несколько человек говорят микрофон одновременно. Простите, переводчик не может переводить. И вот эти вот разные виды и формы показывают, что на самом деле нет никакой второй волны. Да, вирус здесь есть с нами, он будет оставаться с нами до тех пор, пока мы не найдем какое-то оптимальное решение для этого. Есть очень много стран сейчас, где наблюдается рост. И есть страны, где снижается количество заболеваний. Так что мы видим вот там, где посветлее, справа, там где у нас оранжевым и красным обозначены, там страны, которые на самом деле переживают очень быстрый рост заболеваний. А слева синим обозначены и там голубым обозначены те, где идет снижение. И мы как раз смотрим на вот эту ситуацию на ежедневной основе, потому что мы должны посмотреть, какие меры принимают страны, где идет снижение. И мы слышали, что большинство все-таки заболевших заболеют без симптомов, они не так сильно страдают. И только 5% заболели именно критическим образом. Но когда я говорю только 5%, это больно мне просто произносить, потому что эти 5% просто страдают. Они очень сильно переносят вот эту вот болезнь, очень-очень плохо. И мы видим, что люди, которые страдают, что их жизнь под угрозой, и некоторые из них, наверное, не избежат смерти. Я не хочу это говорить. Но многие не осознают этого, и, в общем, некоторые страны не хотят об этом думать, пока у них не заболеет большое количество. Если посмотреть, сколько в мире заболевает людей в день, мы видим, что ковид после туберкулеза, гепатита и так далее является одной из лидирующих болезней в плохом смысле. Это очень угрожающая болезнь. Я не думаю, что кто-то может от нее быть гарантирован. Мы видим и экономические последствия, и социально-экономические последствия. И мы знаем, что мы примерно на 7 триллионов долларов США потеряли в виде убытков. Вот по нашим прогнозам. И мы сейчас видим то снижение экономического развития, которое происходит в мире. Поэтому что мы поняли, как Всемирная организация здравоохранения, какие выводы мы сделали. Мы понимаем, здесь есть несколько вариантов выбора для нас. Есть такие вопросы, как управление, политика, координация, финансирование, обработка данных, стратегия, доступ. И все эти возможности должны быть использованы. Почему? Потому что все вместе мы снизим риски, снизим распространенность инфекции и передачу. И снизим заболеваемость и смертность. И мы учились, мы все время учились в этом процессе на конкретной деятельности. И изучаем, что нужно сделать. И те, которые могут это делать, как раз и имеют возможность снизить такие вещи в сообществе и в стране. И снизить смертность и спасать жизни. Ключевые проблемы, которые мы изучаем и спрашиваем всех. Прежде всего, нельзя недооценивать влияние и урон от этой пандемии огромный. Как по жизням человеческим, по ущербу для здоровья, и для благоденствия, и для успешного функционирования экономики. И, конечно же, социальное недовольство. Мы, конечно же, говорим с научными кругами. Мы просим свидетельские такие вот данные для того, чтобы адаптироваться к ситуации. Люди обвиняют нас, либо кого-то другого, когда мы меняем наши инструкции, наши советы. Но это нельзя, так сказать, осуждать. Потому что мы учимся. Это новый вирус. И новый вирус требует новых методологий изучения и обработки. Мы также спрашиваем. Мы, конечно же, должны решать проблемы неравного развития систем здравоохранения в разных странах. И обеспечивать равный доступ к здравоохранению для всех. И выравнивать этот доступ. И, конечно же, для этого мы должны обеспечить, чтобы работники здравоохранения стали нашими героями. Они фактически находятся на переднем крае вот этой войны с вирусом. Они стоят между нами и вирусом. Признавать и стимулировать их делать свою работу настолько хорошо, как это возможность кибер и другие опасности. Мы, конечно же, спрашиваем тех, кто инвестирует в базовое здравоохранение. Вот как, например, в России Роспотребнадзор, Минздрав и другие институты в стране, которые обеспечивают надзор и сбор информации, предотвращение, защиту экономики. То есть весь полный вот эта вот работа многогранная, она не только в здравоохранении. Вся система, весь потенциал, как работники здравоохранения. И наличие в кровати, и количество кроватей, госпиталей. Всё это улучшается во многих странах. И, конечно, защита пожилых и тех, кто находится в зоне повышенного риска. Нам нужно защищать этих людей и заботиться о них. Не можем бы их бросить, просто взять, закрыть их где-то и забыть. Мы все, мы должны избегать вот этих локдаунов. Мы не должны просто где-то людей закрыть и дать им, так сказать, выживать, как они могут. Нам нужно обращать внимание, социальный сервис для них организовывать, держаться с ними рядом, плечом к плечу. И мы уже понимаем, что защита окружающей среды, зелёная политика, экономика – это то будущее, которое будет нам подарено, как большой подарок. Эта пандемия нам говорит, что даже если мы инвестируем в окружающую среду, в зелёные технологии, в экономику, в благосостояние, наше следующее поколение будет жить лучше. И для этого мы должны работать вместе. Мы также понимаем, что закрытие школ, конечно, очень отрицательно влияет на благосостояние, на будущее детей. И нам и в это нужно инвестировать, и уделять этому внимание, усилия, и обеспечивать, чтобы образование в нынешних условиях предоставлялось всем студентам и детям любого возраста. Мы не можем это поколение забросить, и это, опять же, очень отрицательно повлияет на наше будущее. И мы также понимаем и извлекаем уроки, что данные – это не гармонизированные по всему миру. Мы не всегда понимаем, кого мы тестируем, кого господализируем, как всё обрабатываем. То есть какой доступ к тестам, он доступный, он бесплатный. Это всё зависит от разных стран. И таким образом нам нужно помогать странам и концентрироваться, и понимать, как это делается в разных странах. Огромные уроки мы извлекаем, очень важные. И новые технологии просто недостаточны. Доступ к ним – это ключ. Мы видим страны с очень хорошим технологическим уровнем, но этого недостаточно. А ядро любого выхода успешного из кризиса и обеспеченное будущее – это, конечно же, стратегия, правильная стратегия. Иначе ограничения будут повторяться, придётся их повторять снова и снова. И вот идея, которую мы хотим донести до публики, совершенно ясная и чёткая. Есть, конечно же, условия, в которых очень активно распространяется инфекция. Это рестораны, это спортзалы, это концерты в закрытых, это синагоги, церкви, мечети, это свадьбы, похороны. И, конечно, когда люди целуются, жмут руки, не надевают маски, мы понимаем. Но люди должны соблюдать эти правила, иначе ничего не сработает. Чтобы снижать риски, мы должны носить маски. Мы должны соблюдать физическую дистанцию, постоянно мыть руки, оставаться дома, если приболели. И власти должны, опять же, отслеживать и обеспечивать карантин тех людей, которым это необходимо. И, конечно, вот эта строгость локдаунов, мер по карантину, опять же, доля туризма в экономике, качество управления. Вот это три такие столпа, три меры, которые должна рассматривать каждая страна. И особенно в некоторых, это особенно важно, которые страны, которые зависят от туризма. И страны евро, европейские страны, они пострадали очень сильно. И там, где правительствам не доверяют, тоже пострадали очень сильно. И, конечно же, где очень жесткий локдаун. И нужно в некоторых странах учитывать все вот эти обстоятельства. Поэтому стратегии могут быть самые разные. И ВОЗ старается мобилизовать все сектора сообщества, подавлять, контролировать передачу вирусов сообществом, снижать смертность и спасать жизни. Но мы видим, что, конечно же, передача вируса все равно происходит. Нам надо защищать уязвимые слои населения, соблюдать базовые правила, обеспечивать здравоохранение, клиническую работу. Все это очень сложно. Мы видим, что финансовые, общественные, геополитические, такие дисфункции, недостатки, которые выявляются эпидемией. Эта эпидемия ковида дала нам ту картинку четкую и высветила те места, в которых нам нужно доработать, поработать больше, инвестировать. Мы видим социальную критику, социальное беспокойство, нарушаются гражданские права, лидеры в некоторых странах даже страдают, и лидеры должны оставить свои позиции из-за этого. По всему миру страдает образование, социальная поддержка, усиливается неравенство. Вирус — это вызов для психологического здоровья людей. Увеличиваются всяческие проявления жестокости, не хватает заботы о пожилых людях, о людях с особенностями развития и так далее, с инвалидами. Всё это очень сложно. Вирус высвечивает все вот эти слабые места, и поэтому нам нужно строить, улучшать систему, делать её гибкой, шустро реагирующей на изменения, вовлекать всех граждан и увеличивать ответственность руководства и лидеров. И всё это должно происходить в ближайшее время, потому что сейчас у разных обществ есть шансы рассмотреть свои нормы, ценности, увеличить солидарность сообщества, вовлечение в работу сообщества, партнёрство между разными участниками социального процесса. И всё это, конечно, мы должны держать в голове, понимать. Потому что в прошлом мы и говорили, что что-то, может быть, нет, не нужно распространять в немецкой публике, а сейчас мы видим, что надо, нужно обучение. Всем нам, мы все должны учиться, и это, я думаю, одна из проблем, на которой нужно принимать и работать над ней. и обеспечить то, чтобы все мы были в безопасности, а не кто-то в большей безопасности, чем другие. И, может быть, некоторые проблемы я хотела бы затронуть, которые тоже надо решать. Это подготовка, готовность. Она должна, конечно же, обеспечиваться в каждой стране. И инвестиции должны быть в неё направлены. Это огромный вызов. Системы здравоохранения должны сейчас быть в центре внимания сообщества. То есть социальное обучение, образование, осведомлённость нельзя оставлять за пределами внимания. Всё это должно действительно эскалироваться по всему социуму, по экономике, сохранять, спасать жизни и защищать людей. Это важно. И, если вы мне позволите, я знаю, что, конечно, очень много вопросов и вызовов, но на самом деле мы в Всемирной организации здравоохранения и страны-члены действительно даём мандат на глобальное управление в здравоохранении. Сейчас наша роль, которую нам доверяют наши страны-члены, очень важна. Мы просим вас давать нам больше опций, вариантов, наделять нас полномочиями, чтобы мы могли делать ещё больше в будущем для предотвращения подобных катаклизмов. А будем ли мы готовы? Если завтра разразится какая-то новая пандемия, какие-то уроки, извлекли ли мы из этой? Будем ли мы готовы? Я думаю, нам нужно работать очень быстро. И многие страны сейчас стараются как могут. И я вижу действительно комментарий от Российской Федерации, той работы, которая проводилась. Нам нужно работать сообществами, изучать источники. И люди не должны уставать от этих усилий. Они должны продолжать делать то, что мы им говорим. И обеспечивать общественное здоровье, клинические испытания проводить, и защищать уязвимое население. И обеспечивать полный пакет основных сервисов. Потому что сейчас люди умирают от других заболеваний. А вот это не должно происходить от сопутствующих заболеваний. Мы должны продолжать им давать вакцинацию детям, постоянно работать над и с другими группами населения, которые могут болеть другими заболеваниями. И мы рады другого. Вот эта срочность, вот эти возможности, конечно же, заставляет нас напрягаться и думать. И даёт нам пищу для размышлений. Нам нужна возможность меняться, водительноват, улучшать среду, улучшать обучение и здравоохранение. И, как говорит группа Всемирного банка, давайте действительно обеспечивать улучшение, реструктуризировать систему, делать её гибкой, надёжной. И без этого мы не сможем выйти из пандемии с пользой, новыми, обновлёнными. И, конечно, защищать тех, кто имеет хронические заболевания. И мы должны объединять наши усилия как общество. Как в целях гуманизма. Большое спасибо за эту возможность высказать позицию.